Господь благословлял нас, хранил, давал нам силы, здоровья, да? И я хотел бы прочитать перед началом нашего молитвенного служения одно место, которое апостол Павел, он писал много-много лет назад к Ефесянам. Но это слово, оно где-то вот входит в наши сердца, и когда мы его читаем, мы размышляем над ним, и мы задумываемся. А в каком положении я нахожусь, и как вот это выглядит в моей жизни? Апостол Павел говорит в 4 главе, 22 стихом, 21 я прочитаю. «Потому что вы слышали о Нем, и в Нем научились, так как истина в Иисусе» – 22 стих. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего в обосительных похотях, обновиться духом ума вашего, и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Вот такое место, и, казалось бы, ну, что-то такого сложного в понимании. Вы знаете, но когда мы в нашу жизнь посмотрим, и что нами вот где-то внутри нашего сердца, чем мы руководствуемся? Вот когда мы делаем, принимаем решение поехать в магазин, или уже в магазине мы находимся что-то купить, или когда у нас выбор стоит перед нашим, ну, вечером, например. Ну, все мы устали, все мы задыхаемся от этого дыма, который на улице, да, тяжело всем, и как бы такая задышка. Но вот стоит вопрос, почему мы принимаем решение, там, ехать или не ехать в церковь? Раньше, я понимаю, нас говорили, вдохновляли, приезжайте на собрание, пятница, время собраний. И потом прошло полгода, когда говорили, не приезжайте на собрание, будьте дома. Это тоже служение Господу, тоже, знаете, можно и по интернету там пообщаться и получить благословение. Если Господь здесь, Он и с вами, но если мы от всего сердца и по-настоящему, знаете, обращаемся к Нему. А если как-то мимолетом, знаете, а, Господь, да, все, все хорошо, да, я вот здесь вроде как-то смотрю, как у них там собрание проходит. То я хочу к тем, которые подсоединились к нам, сказать, друзья, друзья, если у нас вот это желание нашего сердца преобладает, и если оно преобладает именно вот желание наше больше, чем желание служить Богу, и вы смотрите, вот этот баланс, он нарушен, то это уже опасная ситуация. Помните, когда говорили много свидетельств, многие из вас вот знают об этом и в своей жизни испытали, когда на собрании, слушайте, запрещали ходить на собрание? На собрание надо было ходить несколько километров. На собрании не так было просто еще попасть по этой дороге, слякать и всему, потому что дорог не было. Трудности и испытания, но человек стремился, потому что присутствие живого Бога, потому что молитва, она обновляла, она укрепляла, не правда ли, друзья? То сегодня тоже Бог здесь, на этом месте. И мы будем молиться Ему. Мы попросим, чтобы Господь благословил сегодня это служение. И наши сердца, наши сердца, всех, которые здесь находятся, всех, которые подсоединились к нам, пусть Господь благословит. Чтобы то слово, которое будет сказано, оно входило в нас, и оно приносило изменения в нашу жизнь. Где-то вот внутри нас оно производило работу. Как важно сегодня прилежаться к Богу, как важно сегодня присоединяться к Нему, как важно искать Его лица. А Он Духом Своим Святым здесь, на этом месте. Где твое, трое, Он уже здесь. Готов благословлять, готовы креплять, готовы отвечать на нужды. Давайте мы встанем и попросим благословения. Господь, мы благодарим Тебя. Отец Небесный, за Твою любовь к нам. Благодарим Тебя за удивительный ресурс, который мы имеем сегодня, кровь Иисуса Христа. Господь, я прошу Тебя в этот вечер. Господи, Ты окропи Своей кровью нас. Здесь, на этом месте, очисти, освяти наши сердца, чтобы слово, которое будет сказано к нам сегодня, Господи, которое будет звучать с этого места, оно, Господи, входило в наши сердца. Оно изменяло нас, Господь, я прошу Тебя во имя Иисуса. Благослови это служение. Благослови, Господь, наше пение. Благослови слово, которое будут брать и делиться, Господь. Благослови наши сердца. И будь прославлен, Господь. Будь прославлен в это время в нашей жизни. Слава Тебе, Отец и Сын Дух Святой. Аминь. Слава Тебе, Отец и Сын Дух Святой. Остлой к водам зовет. О, Иисус мой, О, Иисус мой, за меня Ты кровь пролил. О, Иисус мой, О, Иисус мой, за меня Ты кровь пролил. На земле Ты будь мне другом, а Цел в мире охраняй. На свете небесным лугом, а заблудших Ты ручай. О, Иисус мой, О, Иисус мой, Ты грехи мои понес. О, Иисус мой, О, Иисус мой, Ты грехи мои понес. О, Иисус мой, ты грехи мои понес. дай меня к себе о Иисус мой, о Иисус мой приближай меня к себе сделай сердцем неспособным вечный твой совет любит дай любовь ко мне подобным научи любую жить о Иисус мой, о Иисус мой до могилы будь со мной о Иисус мой, о Иисус мой до могилы будь со мной мы сегодня находимся в доме молитвы и как прекрасно, что наши ноги они ступили куда-то в другое место но именно в то место, где прославляется имя Господне пред началом служения я хочу прочитать место священного писания, пред началом моей проповеди это будет Евангелие от Иоанна 5 глава со 2 стиха есть же в Иерусалиме у вечих ворот купальня называемая по-еверейски Вехезда при которой было пять крытых ходов в них лежало великое множество больных хромых и сохших ожидающих движение воды ибо Он и Господи по времена восходил в купальню и возмущал воду и кто первый входил в нее по возмущению воды тот выздоравливал какой бы ни был одержим болезнью тут был человек находящийся в болезни 38 лет и второе место священного писания это будет Деяние 3 глава с 1 стиха Петр и Иоанн шли в Иерусалим в час молитвы 9 был человек был человек хромой от шрева матери своей которого носили и сажали каждый день при дверях храма называемых красными просить милости не входящих в храм он увидел Петра и Иоанна перед входом в храм просил у них милостыни Петр с Иоанном смотревшись к нему сказали ему взгляни на нас и он пристально смотрел надеясь получи я одних что не будет но Петр сказал серебра и золота нет у меня но что имею то даю во имя Иисуса Христа на зарея встань и ходи вы знаете эти два места священного писания они похожи между собой здесь два человека было два больных человека один который имел какую-то надежду он надеялся что когда-то эта вода будет возмущаться и я все-таки смогу в нее войти но однако же долгое время он здесь лежал всего процесс его болезни это он находил 38 лет это долгий отрезок жизни вообще если даже по жизни взять это долгий отрезок а тем более в болезни и написано что он уже долгое время находился здесь именно в этом месте он долгое время ожидал и возможно быть он уже доходил до этой купальни но он почему-то оказывался вторым возможно быть он не раз прыгал в эту купальню но он не оказывался первым и в таком положении, в котором он был, он и дальше находился. Тем более, нужно было еще приложить усилия для того, чтобы еще выйти из этой купальни. Знаете, ну когда пришел Иисус, он посмотрел на него по-другому. Когда он подошел к нему и спросил его, то он говорит, не имею человека, не имею человека, кто бы мне помог. То есть я уже не нахожу никакой надежды, но все-таки может быть, может быть, как-то получится. Но у Иисуса Христа нет, что может быть. Он говорит, встань, возьми постель твой и ходи. Вы знаете, зачастую в нашей жизни бывает подобное что-то. Что мы когда надеемся на человека, что кто-то нас поможет, кто-то за нас помолит, кто-то приедет, нас, возможно, как-то духовно подымет. И, возможно, мы годами ожидаем, как этот больной. Возможно, имея что-то в своем сердце, мы ждем, что когда-то кто-то придет. Я смогу тогда открыть, я смогу тогда-то. И мы с этим живем, живем долгое время. Знаете, они ни к чему хорошему нас не приводят. И мы ожидаем. А всего нам нужно сказать, Господь, вот я. Взгляни на меня. Знаете, этот человек, он ожидал, что кто-то ему поможет. Но сегодня нам не нужно так долго ожидать. И Иисус Христос есть с нами. И уже начало этого служения было напомнено, что где двое или трое, там я среди вас, да? Среди нас есть живой Иисус Христос. Верим мы этому? Друзья, дорогие, ну давайте так, мы не на автомате будем отвечать, что да, мы веруем, да, ну да, конечно, мы спасены. Но давайте так, чтобы мы прочувствовали, чувствуем ли мы, дадим ответ сами себе, чувствуем ли мы, что мы спасены. Или, возможно, это духовная болезнь. Она преследует нас уже долгое время. Вы знаете, мы много обращаем наше внимание, когда мы по-плоцки заболеваем. Когда что-нибудь не так, мы уже стараемся какие-то усилия приложить. Но а сколько мы прилагаем усилий, когда это духовная болезнь, она начинает в нашем сердце и она прогрессирует. Второе место в Священном Писании, здесь был человек уже, который не имел никакой надежды. Его просто носили, сажали при дверях храма, он уже смирился с тем, какой он есть, и он просил просто милостыни. И когда шел Петр и Иоанн, они входили в храм, они говорят, смотри на нас. Он смотрел, надеясь что-нибудь получить, здесь разочарование, они говорят, серебря и золота нет, так что мне смотреть, что мне смотреть на вас? Но у них было нечто большее, у них была сила Господня, которая сделала намного больше тому человеку, что могли сделать все, которые подавали милостей. Он встал сам на свои ноги. Вы знаете, порою возможно быть не такая сильная молитва, но молитва от сердца, она делает многое. Вы знаете, я в своей жизни много встречал, когда Дух Святой, Он побуждает что-то сделать. Мне кажется, уже нет времени, ну и по-человечески, возможно быть и безвыходная какая-то ситуация, но когда Дух Святой что-то совершает, Он не ошибается. Вы знаете, если мы посмотрим на то время, в которое мы живем, то мы можем увидеть, что это не только то время, в которое, говорят, трудное время, да, какое-то непонятное. А я вам скажу, что если мы внимательны над тем, что говорил Господь, то уже несколько лет перед этим Господь говорил, что время резко изменится. И не однажды Он говорил. Возможно, по своему разуму мы думали, ну как оно в ту или в другую сторону изменится. И мы, возможно быть, как-то не могли даже представить, как оно может. И Дух Святой говорил, что это резко время изменится. И сегодня мы свидетели тому, что это время, оно поменялось. И настолько поменялось, что оно даже поменяло сердца христиан, которые были утверждены в Господе. Оно настолько поменяло, что сегодня во многих перестает вера в Бога, вера в то, что Господь говорит, и верят больше тому, что говорят люди. Как важно сегодня прислушаться к тому, к чему мы верим, к чему наше сердце более доверяет. Тому, что говорят люди, тому, что говорит этот мир, или тому, что говорит Слово Божье. Мы есть дети Божьи, и мы говорим, да, мы уверовали, да, мы знаем Слово Божье, да, мы стараемся исполнять то, что говорит Господь, но когда приходит это время, когда оно уже пришло, частичку этого времени, уже пришло на наш период времени, то мы почему-то пугаемся подобно этому миру и говорим, о, что там, что там творится, друзья дорогие, но об этом всем говорит Слово Господне, этому должно быть. И если Господь в чем-то допускает, то его есть умысок для того, чтобы приблизить нас к себе, для того, чтобы впоследствии мы имели будущность и надежду, для того, чтобы впоследствии мы вошли в славу Господню. Сегодня Дух Его Святой, Он тот же самый, который был в прежние дни, Он тот же самый, который поднимал больных, Он сегодня силен то же самое делать и еще больше. Если мы смотрим Иисус Христос, Он подошел к этому человеку, Он сказал, встань, возьми постель твою и ходи, и Он встал. Ученик Иисуса Христа, уже Петр, который шел, Он сделал подобное, Он взял его за правую руку и поднял, и укрепились его стопы. Как важно, чтобы нам сегодня в это время не растерять нашу веру. То, что мы верим в нашего Господа, чтобы не было только на словах, но чтобы мы, смотря на то, что вокруг нас, и проверяя это Словом Божьим, что говорил Господь нам, и насколько это Слово Господне, оно есть реальное в нашей жизни, и сколько мы доверяем Ему. Я думаю, что вы много слышали о том, о времени этом, и мы ждем, возможно, что еще что-то будет, да, еще будет, будет многое чего, но когда мы вступаем в это время, как важно, чтобы наша вера, она не растерялась, чтобы мы не только смотрели друг на друга и говорили, ну что же дальше делать. Друзья, дорогие, Слово Господне, что говорит на это? «Восклоните головы ваши». Сегодня пришло время то не унывать нам, но сегодня пришло время для того, чтобы нам взыскать Господа, для того, чтобы нам взыскать путеводительство Господнего. И если мы были внимательны, то долгое время до этого еще, когда еще ничего не было слышно об этом, Дух Святой говорил, заботись о том, чтобы каждый имел личное откровение. Насколько мы заботимся о том, чтобы это откровение было в нашей жизни, насколько мы заботимся о том, чтобы Слово Господне нам правильно понимать, чтобы не только нам его прочитать. Ну да, Слово Господне, да, оно сказано. Друзья, дорогие, но мы пришли в то время, когда оно уже сбывается на наших глазах. И в какой-то мере мы уже становимся свидетелями этого времени, что близится приход нашего Господа Иисуса Христа. И как важно нам, как Церкви Господней, покоряться Слово Ему и быть готовыми. Знаете, мир будет еще многое говорить. Если мы видим, если кто-то наблюдает за этим, или слышит, возможно, быть мимоходом, один раз так кто-то скажет, другой раз иначе, одни опровергают, другие защищают. И если мы будем прислушиваться только к словам этого мира, мы можем просто потерять веру в Бога. Мы просто запутаемся и не будем знать, что Слово Господне, оно и живо. И чем больше мы прислушиваемся к этому миру, тем меньше Слово Господне, оно интересует нас. Заметьте сами по себе, если вы будете прислушиваться к информации этого мира, то Слово Господне уже не настолько реальным стоит в нашей жизни. Да, мы не говорим, что оно полностью уходит с нашей жизни, но не столько уже становится реальностью. Кажется, ну да, там написано, ну да, ну как это понимать? И уже то, что мы раньше даже понимали, мы уже начинаем не понимать. Мы уже начинаем расшириваться в Боге, в Его силе, в Его могуществе. А Он тот же. Слава Ему. Если сегодня мы в чем-то запутываемся, если сегодня Слово Господне, оно не касается нас, то сегодня это именно есть время, когда нужно искать, кто бы ввел нас в эту купальню. И в эту купальню может ввести Дух Святой. Она не по временам. Здесь вода возмущается не по временам, но постоянно, когда только мы желаем этого. Мы можем войти в эту купальню Духа Святого. Если что-то нас еще мешает, что мы не можем, то это не иначе есть, как грех. Возможно, не столько он уже стал страшным нам, потому что мы привыкли к таким словам, как грех, да, как неправильное поведение, или еще что-то. Друзья дорогие, но Слово Господне точно и ясно говорит, что грех есть беззаконие, что грех нас разлучает с Богом, что из-за этого маленького грешка, о котором мы не обратим внимания, мы просто не имеем ответ в наших молитвах. Наши молитвы становятся праздными, друзья дорогие, потому что Бог с грехом ничего не имеет. Лишь только после покаяния Господь тогда дает благословение. И если мы чувствуем, что эта преграда есть в нашем сердце, и просим Бога благословения, то мы не получим до тех пор, пока мы не осознаем, что мы есть грешны перед Богом, до тех пор, пока мы не исповедуем это все. Если этот грех преследует нас, друзья дорогие, то есть кровь Иисуса Христа. Как важно, чтобы нам не только верить, но призывать кровь Иисуса Христа. Как важно, что если нас что-то постигает, нам не искать советов человека, нам искать крови Иисуса Христа. Вы знаете, я вот недавно, это сестра, через которой была пророчесть, когда она приезжала, у них в церкви, вы знаете, что если кто-то заболеет, они берут сразу пост. Вот начало этого всего, когда он начинается, они брали просто пост, чтобы Господь сказал, что нужно дальше делать. Вы знаете, как важно, чтобы в это время, чтобы мы искали нашу госту, чтобы мы научились. Если что-то непонятно, не искать совета, слушай, а как ты понимаешь, как ты, а чтобы призывать кровь Иисуса Христа. Ибо только через кровь Иисуса Христа мы имеем прощение, мы имеем очищение, мы имеем оправдание. И кровь Иисуса Христа, она не потеряла силу сегодня. Слава Ему! Друзья, дорогие, я хотел бы сегодня поощрить всех нас. Давайте мы больше будем прислушивать, что говорит Дух Святой. Давайте мы будем больше обращать внимание на то, что раньше говорил Господь, вспоминать то, что нам Господь говорил. И то, что Господь нам сейчас говорит, брать его в сердце свое. Не просто прослушивать, да, но мы уже знаем о чем, да, но возможно быть через что-то нас Господь в чем-то направляет. Если что-нибудь случается, то не нужно говорить, что это Господь в чем-то виноват. Нужно прежде всего найти себя. Возможно быть, это я уже долгое время не слушаю всего. И он уже просто по милости своей, для того, чтобы я не отошел, он допускает то или иное в моей жизни, для того, чтобы приблизить к себе. И как важно понимать то, что Господь, Он есть добрый Бог. И Его любовь, она неизмерима к нам. Но место Священного Писания говорит, я есть Бог милующий, но и строго взыскующий. И еще больше сказано, Он говорит, я есть Господь каратель. Вы знаете, что если мы не расстаемся с чем-то, если что-то еще нас преследует, что разлучает нас с Богом, то мы можем подвергнуться даже суду Господнему. Народ Господний, который был избранный Богом, да, он был благословенный, и Господь сказал, вы получите то, 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 то. Но впоследствии того, что они не послушали, это благословение отошло от них. Друзья, дорогие, а это есть примеры для нас. Давайте мы не будем смотреть, как поступают вокруг нас, на что они больше обращают внимание. У нас есть Слово Господне, у нас есть кровь Иисуса Христа. И как важно верить в это и поступать так, как Он говорит. Да поможет нам Господь, чтобы в этом служении мы нуждались в том, чтобы Дух Святой нам проговорил наше сердце, чтобы Дух Святой давал нам личные откровения, чтобы мы понимали Слово Его и что Он хочет от нас. Аминь. Давайте помолимся. Благословенный Господь, во имя Сына Твоего Иисуса Христа мы стоим пред Тобой, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что любовь Твоя так велика к нам. Слава Тебе! Ты послал нам Дух Твой Святой. Слава Тебе! Аллилуйя, Господь! Что кровь Твоя, она имеет силу сегодня очищать от всякого греха, Господь. Что кровь Твоя, она имеет сегодня исцелять, Господь. Боже, мы взываем к Тебе, Господь. Мы нуждаемся в Тебе, Господь. Мы просим, Господь, действуем в наших сердцах, Господь, в нашей жизни, чтобы, Господь, мы доверяли Ему. Помоги, Господь, нам, Господь, не только слушать, Господь, но и исполнять, чтобы это Слово, Господь, оно проникало в нас, Господи. Открой нам, Господь, наши сердца для принятия Слова Твоего. Помоги, Господь, чтобы нам, Господь, не смотреть то, что вокруг нас, но смотреть то, что Ты хочешь от нас, Господь. И поминуй с волей Твоей и идти вперед, Господь. Мы просим Тебя, Господи, помоги, Господь, каждому из нас. Благослови, Господь, каждого, кто на этом месте и кого нет на этом месте, Господь, благослови, Господь. Благослови, Господь, церковь Твою, Господь, благослови нашу церковь, Господь. Во имя Иисуса Христа мы просим, дай, Господи, силы, Господь, пройти в этом времени, Господь, чтобы нам не потеряться, чтобы вера в Тебя, Господь, она не потерялась в нас, Господь, чтобы любовь, Господь, Твоя она была в народе Твоем. Благослови, Господь, нас на дальнейший ход от этого служения, Господи. Тебе за все пусть будет слава, Отец и Сын, Дух Святой. Аминь. Гаснет ли пламя в борьбе и испытании? Труден ли станет тернистый твой путь? Выше и выше держи свое знамя, Стойким всегда ты за истину будь. Встретишь ли ненависть сердца жестокого, Будет ли зависть следить за тобой? Бог не оставит тебя одинокого, Если к нему ты прибегнешь с мольбой. Если ты будешь доволен судьбою, Счастье поется широкой рекой. Все же молитвы, закрыв за собою, Бог неизменно пребудет с тобой. Если ты в силе молиться остывши, Вспомни тогда ты счастлива другим, Близких, далеких, о Боге забывши, Сядь на колени, молись и о них. Сила молитвы несет утешенье, Сила молитвы победы залом. Братья и сестры, я хотел бы немножко остановиться на одном месте Писания, на двух из жизней апостола Павла. И он пишет такую вот интересную фразу, если у вас есть в Библии, 15 глава 1 послания Коринфянам, откройте. 1 послание Коринфянам, 15 глава, 32 стих. Давайте мы с 30-го начнем. 15-30. «Для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям?» Вот он спрашивает такой вопрос. «Для чего мы и мы ежечасно подвергаемся бедствиям?» 31 стих. «Я каждый день умираю, свидетельствуюсь в том похвалою вашего, братья, которую я имею во Христе Иисусе Господе нашим». 32 стих. «По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Ефесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают?» Знаете, мы живем в Колорадо, и в Колорадо одно из таких очень известных событий – это стак-шоу. Каждый январь. И на этом как бы это выставка животных, породистых животных. И туда все фермеры приезжают и выбирают этих быков самых породистых, делают такое как бы овцу самую породистую. И потом продают и овцу, и семя от них, ну и все такое. Это большой бизнес. Но вот у меня такое, вы знаете, многие ходят специально на это мероприятие, чтобы посмотреть Родио. Это как, знаете, пытается человек бороться с этими зверями. Ну, это не испанское, где там тореадоры, да? Но когда мы читаем вот это, думаешь, вот разве Павел, он ходил в Ефесе, вот участвовав в подобном мероприятии? Каким это образом, каким это образом Павел оказался, ну мы не встречаем такого места, что он боролся со зверями. Что он там, как, что имел в виду Павел, когда он писал? Это Родио, или он там оседлал дикого быка, или какую-то лошадь, на которой никто не ездил, там, break the horse, да? Или кто, о чем идет речь, друзья? Когда мы встречаем место Писания, в котором написано, когда апостол Павел начал проповедовать, да? То там один медник собрал всех, кто думали так, и пошел, и пытались они убить апостола Павла. Помните, да? Как вы думаете, об этом апостол Павел говорит или нет? О зверях. Когда он говорит, боролся со зверями в Ефесе. Какие это звери? По-настоящему звери, это люди, которые относились, поступали, как звери. Ну, люди. Через людей это приходило, да? То есть, вот этот вот натиск происходил. Ну, давайте еще одно место прочитаем. Давайте место все, все так задумались, вау, интересно, да? Давайте мы посмотрим второе послание к Арифинам, первая глава, восьмой стих. Второе послание к Арифинам, первая глава, восьмой стих. «Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отчекчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых». Смотрите ситуацию. Господь призывает апостола Павла и посылает его проповедовать язычникам. Он идет, он идет на проповедь Евангелия, и он пишет посередине всех этих событий, он пишет, что такая тяжесть была, такая тяжесть, что чрезмерно и сверх силы, ну так тяжело, так сложно и трудно. Друзья, откуда взялись эти тяжести? Это солнце палило, это на ногах там какие-то раны, или просто заболевал человек. Откуда тяжести эти приходили, друзья? Вот у меня такой вопрос. Откуда в жизни апостола Павла приходили такие тяжести, что он пишет сам? «Такие тяжести отехчены были чрезмерные и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых». Что происходило в него? Что такая тяжесть? Вот это вот где-то внутри тяжесть, друзья. Откуда источник этой тяжести был? Друзья, от окружения, которое окружало Павла. Вот он с благой вестью, он идет, он несет. Это благословение для людей. Он говорит, люди, благословение пришло в вашу жизнь. Но из-за того, что дьявол не хотел отпускать людей. Он не хотел. У него были свои планы, у него были свои схемы, у него были свои сети, которыми он использовал, люди, через которых он действовал. И причем люди не просто, друзья, не просто люди, которые «А, апостол Павел пришел, ну пусть мы послушаем». Но люди были настолько агрессивными. И они были готовы действовать. Они были хватали апостола Павла, готовы были найти в каждом его слове упрек. Дьявол просто использовал людей. То есть, друзья, мы видим на протяжении многих мест священного Писания, как сатана использовал людей для того, чтобы тяжесть принести в жизнь верующих людей. В данном случае, в жизни апостола Павла. И он об этом не скрывает, об этом. В другом месте он тоже, он много раз об этом говорит, как ему трудно было. Правильно, друзья? То есть, мы находим, я больше склонен считать, что первое место, которое мы прочитали, 15 глава, что он говорил, когда я боролся со зверями в Ефесе, это больше относится к людям. То, что они говорили, то, как они относились, то, как они поступали, не как люди поступают, а как звери. Разъяренные звери готовы были разорвать. Как это произошло, друзья? И вот апостол Павел, он говорит об этом. Я хотел бы, друзья, сказать, что вот эти трудности, которые переживал апостол Павел, они происходили из язычников. То есть, это был греховный мир, греховный мир, в который шла проповедь Евангелия. Вот это Евангелие, когда шло, свет, когда сиял и говорил, и оно меняло. Оно меняло бизнеса, оно меняло слово это общество. Люди становились другими, и кому-то это не нравилось. Очень сильно не нравилось. Друзья, вы знаете, что мы, в принципе, три недели, не знаю, две с половиной недели до выборов осталось. И мы люди, которые приехали совсем с другой системы построения. Мы были в системе, где правительство было, это как дикие звери, как разъяренные звери, готовы были уничтожить, напасть. И я хотел бы, вы знаете, вот о нашем участии сказать сегодня. Очень уместно, вот именно сегодня сказать об этом, за несколько недель до того, как вот этот вот... Мы сами решаем, мы сами решаем, что мы будем делать. И у нас есть несколько путей, но я немножко позже об этом скажу. Но я хочу сказать первое и самое важное, самое важное мое послание, что я хотел бы сегодня донести до вас. Что мы не находимся, знаете, вот все случайно происходит. Все как-то происходит, знаете, спонтанно как-то происходит. Интересно, на протяжении Священного Писания, особенно в Ветхом Звете, мы видим, когда становился царь, когда становился руководитель общества, который принимал решение. В конце концов, давайте мы насадим там дубов много. Давайте мы дуб, хорошее дерево, его не точит, не грызет никто. Слушай, супер, давайте мы там поставим, там поставим, там. И через 40 лет там было уже, там и капища были, и то было. Но это же не за один день. Каким образом люди, которые служили Богу, желали Богу, становился какой-то царь непонятный, у которого не было где-то внутри вот это вот стремление к Богу. Все разлагалось. Друзья, и вот этот царь, он был наказанием для людей. В конце концов, вот этот царь, который все позволял, приводило к тому, что наказание Божие, они просто приходили в жизнь людей. Через какое-то одно поколение, второе поколение. Но они все равно приходили. Друзья, они все равно проходили. То есть, вот эти люди, которые, которые они жили в то время, они были достойны. Хотя я прекрасно осознаю, что были люди, которые искренно служили Господу. В самые даже трудные времена, в самые тяжелые времена, когда людей, которые следовали Богу, которые от всего сердца служили Ему. Ну, когда пророк, он возвал, говорит, Господь, я тут вообще все, последний остался, всех поубивали, все. Он говорит, не переживай, не один ты. Есть еще, есть еще. Много еще людей, которые служат мне. То есть, все-таки были, друзья, были. Но, вы знаете, для всего населения это было очень трудно и очень тяжело. Я хотел бы вот сказать о вот этих зверях. Друзья, вы знаете, на наших глазах за вот это вот последние два поколения мы видели очень большие изменения в обществе. В обществе, бывшем Советском Союзе. И мы видим очень, особенно за последние 10 лет, все быстро меняется. За этот год все так быстро меняется, что мы не успеваем даже замечать, как наше общество меняется, друзья. Как влияние в обществе меняется. Как отношение людей очень сильно меняется. Быстро очень меняется, друзья. Как люди относятся друг к другу. Очень сильно меняется. Если раньше говорилось, ну, нам надо будет просто улыбаться и все. То сейчас уже люди открыто могут сказать, могут плюнуть тебе в лицо, могут, не знаю, сегодня, что произошло. Ну, подумайте, да. В принципе, в Америке всегда уважали полицейских. Это была номер три профессия уважаемая. Полицейские. Пожарники, полицейские, военные. Очень сильно присветили власти, сильно их уважают очень. То сегодня человек в Сиэтле просто взял дубинку, выбил, выбил этот самый в машине полицейских. Там полицейский сидит. Взял, выбил стекло и поджег эту машину. Прямо с этим человеком внутри. То такие вещи уже, понимаете? Откуда это берется, друзья? Откуда берется вот подобные... Как этот человек может где-то внутри решить, следовать этому? И это не только первый случай, друзья. Как это может... Мы видим на наших глазах, друзья, как все общество, оно вот так вот, знаете, вот так вот разворачивается. Меняется очень быстро. Не в лучшую сторону. То есть случайность это или нет? Какие-то вот что-то в духовном мире стоит за этим или нет? Вы знаете, кто-то верит в духовный мир, а кто-то не верит. Но мы христиане, мы пятидесятники, те люди, которые прекрасно понимают, что духовный мир существует. И все, что происходит с верующими, все, что происходит вокруг нас, верят люди или не верят, но мы прекрасно осознаем себе и отчет даем, что все, что происходит в жизни страны, народа, всей земли, имеет связь с духовным миром. Не правда ли? Мы верим же в это, да? Все имеет связь с духовным миром. И если темные силы, если грех ходит в общество, это значит, в духовном мире темные силы преобладают. И мы, христиане, имеем вес в духовном мире, потому что кровь Иисуса Христа. И мы можем каким-то образом повлиять на то, что происходит. Можем мы повлиять, или мы вообще без каких-то, эти самые, беспомощные. Друзья, одно дело, когда все охвачено, и мы в темноте находимся. Мы живем в полной темноте, мы живем в полном подчинении сил дьявольских. Это одна вещь. И многие из вас пережили в Советском Союзе, когда произошла революция, и силы ада просто захватили все, всю страну. И сказали, все, теперь мы правим. Бога больше нет, и мы ничего не хотим слышать о Боге. То есть мы с вами, мы росли в том обществе. Мы жили в том, когда силы ада охватили. Что-то подобное происходит в мусульманских странах. Когда христиане живут, мусульмане, они преобладают, и это тоже силы ада. Тоже, тоже ничего общего со светом, свои законы. И если ты христианин, ты открыто говоришь об этом, тебя просто могут уничтожить физически. Вот в прямом смысле, отрубать тебе голову. Это тоже, это тоже вот силы ада. И очень, очень тяжело, мы прекрасно понимаем, очень тяжело жить в жизни в обществе и говорить свое мнение. Потому что неважно, какое твое мнение, все равно будет по-ихнему, друзья, все равно будет по-ихнему. Потому что сатана настолько оковал, и он правит. Поэтому мы не ходили на голосование, поэтому мы ничего не хотели иметь общего с теми решениями, которые принимаются в обществе. Не правда ли, друзья? Когда силы ада полностью захватили. Друзья, и мы переехали сюда в Соединенные Штаты. Страна, которая, если посмотреть, Бог настолько благословял и хранил, что фактически Евангелие распространилось по всему лицу земли. Включая нашу страну, Украина, Россия, первые евангелисты приехали из Соединенных Штатов. Они были поддерживаемы, их поддерживали, их благословляли, их направляли. И во многих странах, во многих странах мира христиане отсюда поехали распространять Евангелие. Христианская страна была, открытая страна. Приезжай, славь Господа. Вы знаете, и проходят большие изменения. И мы живем, и мы живем, вот последние несколько лет произошли в Колорадо такие изменения. Вот интересно, смотрите, каким образом получилось так, что наш губернатор, он открыто пропагандирует развратный греховный образ жизни. Как это так получилось? Как это так получилось? Знаете, как получилось? А так получилось, что у дьявола был план. И дьявол, он не просто как бы автоматически осуществляет планы. А он нашел людей, через которых он действовал многие годы. Каким-то образом, кто-то финансами, кто-то мнениями своими, кто-то каким-то это самое. И такое складывается впечатление, что мы живем среди Содома и Гаморы. Так это неправда, друзья. Потому что таких людей не так много. Если написано в Содоме и Гаморы, весь город, весь город собрался у того дома, то у нас сейчас это маленькая кучка. Но дьявол использует их различными методами, различными путями. И настолько их вдохновляет, настолько их ободряет, настолько они не согласны, вот просто вот такие активные, агрессивно активные, что мы сидим и смотрим, слушай, как все вокруг изменяется. Как все вокруг, что происходит? Куда я попал? Друзья, мы видим, как Господь в последние, в эти годы, которые происходят, как стучится в наши сердца. И мы, да, мы видим, изменяется общество. И оно больше становится похожим на вот это описание апостола Павла. Как он говорит, не надеялись остаться в живых, а техчины сверх сил, да? А второе послание к Оринфянам, как он говорит в первой главе, где он, это было в первом, да? Когда я боролся со зверями в Ефесе. Вот так то, там один человек, как зверь поступает, или говорит, думаешь, откуда вообще, что-то... Друзья, так вот мы в этом среде и живем. И когда христиане, они думают, что ничего не могут сделать, вот в этом обществе, так как оно есть, так и пусть будет, Божье предопределение будет. Вы знаете, а что апостол Павел говорит? Когда он обращается к людям в Каринфе, Каринфе это был очень город, который показывал в своем поведении Каринфине, очень-очень развращенный город. Вы знаете, в Древней Греции там, ну, они очень были, знаете, вот о своей плоти, попечении, о своих похотях, о том, что им нравилось. У них там были храмы любви, у них были там развлечения разные, они делали праздники, то есть они вот, вот все, вот то, что им нравилось, все же о себе заботилось, это у них процветало. Знаете? И если человек, который приходил, говорит, слушай, ты делаешь грех, вот это неправильно, то они ожесточались и готовы были растерзать этого человека. Так я хочу сказать, что апостол Павел поощряет верующих. Давайте мы продолжим читать 2 Коринфянам 1 глава. Он сначала, он сначала говорит 8, я продолжу 8 стих читать, еще раз прочитаю его, потом 9 прочитаю. Вот послушайте ту же самую мысль. «Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы оттягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых, но сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на себя самих, но на Бога воскрешающего мертвых, который избавил нас от столь близкой смерти и избавляет, и на которого надеемся, что еще избавит». То есть он шел, проповедовал со своими соратниками, он говорил эту благую весть, нес. И вот дальше он обращается к Коринфянам и говорит им очень важные слова. Он говорит, что нас Господь избавит, нас Господь проведет, нам Господь поможет через ваши молитвы. Он пишет, «При содействии и ваши молитвы за нас, дабы задарованное нам, по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас». Вы знаете, здесь он говорит о этой духовной борьбе, которая происходит, а это битве, которая происходит в небесном мире. И верующие, которые следуют за Иисусом Христом, которые омыты, очищены, он говорит, что они могут помочь. Через ходатайство, через молитвы, вот это сражение, которое происходит, оно меняется, оно становится совсем другим. Вы знаете, наши молитвы и то, что наши отношения где-то внутри, вот это небезразличие. небезразличие, то, что происходит вокруг нас, оно является очень важным моментом в нашей жизни. Мы живем, общество меняется, стандарты общества меняются. К власти могут приходить верующие, которые боятся Бога. К власти могут приходить неверующие. И мы очень часто удивляемся, когда такое происходит. Друзья, но вот это небезразличие, сегодня оно является очень важным. Когда мы, когда мы, и это может быть на разных уровнях, вот это небезразличие. Если, например, старшие люди, которые не разбираются вообще в обществе, в языке, и думают, я вообще не понимаю, что вокруг меня происходит. Друзья, то для вас, вот этот вопрос молитвы, он является основным. Просто стоять в проломе, чтобы Господь благословил эту землю. Представьте себе Европу, друзья, представьте себе Европу. Церкви опустили. Христиане стали религиозными. Основная масса, потому что это христианские страны. В Германии было пробуждение, в Англии было пробуждение. И вот стали такие, никто не хочет в церковь ходить, все это самое. Уже и законы принимаются такие, уже и на улицах, уже и полураздетые ходят, уже и раздетые ходят, уже устраивают марши, раздетых уже. Ну, то есть разные там эксперименты проходят. И сейчас уже заселились миллионы мусульман. Что будет интересно в течение следующих 10, 15, 20 лет, друзья? Вот интересно будет посмотреть, правда? И интересно будет просмотреть, когда все мусульмане станут, когда их изберут в начальники там, и они будут принимать решения, какие законы принять. Вот то будет интересно посмотреть, друзья. Мы посмотрим в наше время еще. Если христиане не это самое, ой, увидим интересную Европу. А в нашей жизни, друзья, а в нашей жизни, как мы можем быть небезразличными? Ну, я уже сказал, что молиться. Молиться за то, чтобы Господь послал нам мир. Господь благословил нас, продолжал благословлять. Каким образом Бог может продолжать нас благословлять? Первое, в духовной сфере, в духовной сфере, чтобы Бог ставил свою защиту, чтобы Бог ставил свою ограду, чтобы Бог возбуждал тех людей, которые богобоязненные, чтобы они, пусть они, пусть они правят, пусть, пусть Бог их благословит. Но вот это вот в духовном мире, чтобы планы врага были разрушены. Я вам рассказывал когда-то, может, кто-то не слышал, я расскажу вам. Несколько лет назад, когда вопрос стоял об открытии школы, мы были в Денвере. В Денвере на слушании такое было, это как управление школой Денвера, как они называются, School District в Денвере. И вот идет слушание, там школы представляют себе, и подходит человек, который молодой человек, очень приятно выглядит, грамотный человек, по-русски может разговаривать. И подходит и говорит, я вот с Восточной Европы, очень приятно, хотел бы работать в школе, поговорили, очень чудесно, прекрасно. Но интересно, что школы-то еще нет, а он уже хочет устроиться в школу. То есть он уже, уже, как бы сказать, наперед все исследовал, наперед продумал, смотрит, есть такая возможность в новой школе устроиться работать. То есть он где-то слышал об этом. Он подготовил резюме. Он уже по-русски пришел, уже с нами разговаривает. То есть он уже как бы осведомленный очень хорошо и хочет быть первым в авангарде, такой пионер, понимаешь, да? Он хочет быть впереди всего движения, и вот он пришел. Мы поговорили с ним, по это самое, он дал свое резюме, мы спросили его вопрос. Но интересно вот в чем, что мы по резюме проходим, спрашиваем, вот, ну, что это, ты вот лидер организации такой. Да, мы работаем с подростками, полторы тысячи подростков, проводим семинары, беседы. А что это такое вот в названии, там какое-то сокращение? Он говорит, это общество по работе с подростками, геев, лесбиян и байксексуал. Думаю, ух ты, ух ты, какой активный. Это какие силы тебя, это где-то мы внутри думаем, какие-то силы тебя возбуждают быть таким активным. Как это ты можешь с полторы тысячами подростков быть гомосексуалистом и с ними работать очень успешно? И ты сейчас такой активный, вот, любую возможность ищешь, чтобы быть активным в этой сфере в любом месте. Вы знаете, где-то внутри задело. Где-то внутри задело. Думаю, как человек этот, вот он сидит вечером и думает, как же быть активным? Он не играет в игры. Он не проводит время на компьютере. Он проводит время на компьютере для того, чтобы вот эту грязь, которая внутри него, для того, чтобы ее другому передать, для того, чтобы другого убедить. Друзья, вот где-то внутри задело. Внутри задело. Каким образом дьявол может использовать своих сотрудников, своих рабочих? Каким образом он может внедрять? Он планы сделал? И они действуют. Друзья, так вот, вот это не безразличие, очень сильно зависит. Когда мы будем молиться, чтобы дьявол ставил преграды, чтобы дьявол открывал глаза, чтобы Господь, Господь открывал глаза нам, что происходит. Чтобы Господь, Он ограждал. Чтобы тех людей, которые рвутся к власти, Он останавливал их через богобоязненных людей. Первая молитва, друзья. Вот как апостол Павел. Он шел, проповедовал. Он был, он был там на передовой, где в него и камни падали, и его, и издевались над ним, и пытались закрыть ему рот различными путями. Через правительство, когда его тащили на тот Синедрион, или на совещание того города, я уже не помню, как оно называлось. Просто грешники собрались, и готовы были его там приговорить к смерти. И побивали камнями, думали, что уже мертвый. И было и такое. Но, друзья, если апостол Павел говорит и подчеркивает, слушайте, по вашим молитвам, по вашему ходатайству, Бог будет открывать двери, Бог будет устроять, Бог будет охранять по вашим молитвам. То если вы вообще ничего не понимаете в том, что происходит в обществе, молитесь. Бог знает. Бог знает, что происходит. Он знает, какая война происходит в духовном мире. Он знает. Он знает все планы дьявола. Он знает наперед, что там происходит. С какой стороны нужна ограда, Господь знает. Молитесь. Посетите. Как никогда. Я просто прошу вас, друзья, вот эти следующие две-три недели. Потому что вот эти выборы, для нас это казалось бы, да, что там проголосовал и все. Но на самом деле, вы знаете, многие планы, которые многие годы осуществляются, какие-то вещи происходят в обществе, мы их не знаем, мы их не видим. Но большие решения кто-то принимает. Кого-то, кого-то выставляют там, что вы правили нашими городами, нашими школами, нашими, вот в том месте, где мы живем. Мы этих людей не знаем. Друзья, но я хотел бы обратиться к тем, которые знают язык, разбираются, что происходит в обществе, имеют возможность голосовать, сказать свой голос, сказать, подняйте свой голос, я, да, я вот разбираюсь, я знаю, я против того, чтобы, то вы дайте свой голос, скажите. Потому что, потому что, вот, от вашего голоса много очень зависит. Особенно, особенно, может не столько, как в большой политике, как там за президента, но вот в местных, где вы живете, в том городе, где вы живете конкретно, от этого зависит. Кто будет полицейский? Кто будет, кто будет в городе, совет города вашего? Какие законы они принимают будут? Кто в школе, вот, вот, школами управляют, вот в том районе, где вы живете, школами, кто управляет, какие решения принимают? Какую программу принять? Что там школьники будут учить? Что там эти маленькие детки будут учить? Какие им книжечки, сказочки, где там две мамы, или, или два папы, или один папа? Что там вообще будут им учить? Друзья, вот, вот, не безразличие сегодня очень важно. Если мы будем безразличными, то дьявол, он будет использовать это для того, чтобы свою программу продвигать. А мы видим, за последние несколько лет, это превратилось в такой большой бульдозер, который прет, и просто, просто это самое. Мы знаем, что Господь, Он силен. Но от нас, друзья, тоже зависят. Сейчас у нас есть возможность такая. Силы ада, они не полностью захватили, это не Советский Союз, и не мусульманская страна. Нас сейчас еще, еще пока спрашивают. То пока спрашивают, друзья, молитесь. Пока у нас есть еще свобода, благоприятное время. Еще, знаете, скажем так, богобоязненных христиан, я верю, я верю, в этой стране еще больше, чем греш. Я верю от всего сердца. Друзья, просто нам нужно больше молиться, и это будет для нас благословением. Знаете, когда люди молятся, когда люди говорят, я верю живому Богу, я не отступлю ни на шаг от того, что верю, и это для всех является большим благословением. для нас лично, для наших детей, для будущего поколения, то пусть Господь вас благословит. Давайте мы помолимся, друзья, помолимся за мир, потому что от этого очень сильно зависит и наше благосостояние. Вы знаете, хотелось бы иметь мир в наших городах, в Денвере, в Арваде, мир в школах, на улицах, и в нашей стране, вы знаете, хотелось бы иметь мир. Пусть Господь нам мир даст, пусть Господь нам даст богобоязненных правителей, чтобы они, чтобы они, когда принимают решение, они имели страх Божий. Знаете, вот какие-то законы, разрушающие нас и разрушающие общество, потому что человек, когда он свою имеет, какое-то направление, то он не понимает, что законы, которые принимаются, они на разрушение общества. Как это вот во время царей было? Они не понимали этого. Они не понимали, что те решения, которые они принимают, они на разрушение общества. То, друзья, пусть Господь даст богобоязненных людей, страх пошлет, мир пошлет нам. И мы просто ходатайствуем, будем ходатайствуем пред Богом, чтобы Господь благословил и нашу страну, и наш город. Давайте вот в этой молитве мы принесем вот эту ситуацию саму, наше правительство, государство и вот эти дни, которые нам предстоят, следующие три недели, чтобы Господь благословил и президента нашего благословил и все, что касается вот как бы устройства этой страны. Помолимся? Помолимся. Господь, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя за силу крови Иисуса. Благодарим Тебя за то, что Ты поменял наши сердца, Господь. И мы прекрасно понимаем, Бог мой, через откровение, которое Ты послал нам в Слове Своем, мы прекрасно понимаем, что духовный мир существует, что это не сказка, не какие-то истории, Господь, но то, что Ты победитель, Господь, слава Тебе. Господь, и когда мы обращаемся к Тебе, когда мы ходатайствуем искупленные, очищенные кровью Иисуса, Господь, эти молитвы имеют силу. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Тебе. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты открываешь нам, нам, людям, которые живут на этой земле. Господь, и Ты говоришь, что эти молитвы, Господь, они имеют силу, Господь. Аллилуйя. Слава Тебе. Благослови. Благослови, моих братьев и сестер. Благослови каждого из нас на этом месте, чтобы мы несли эти молитвы. Господь, чтобы мы небезразличенно относились к тому, что происходит вокруг нас. Когда грех наступает, христианство становится религиозным и просто формальным, Господь. Я прошу Тебя, Господь, восстанавливай, Господи, и в наших сердцах стучись. Благослови нас, Господь, чтобы мы в молитвах наших несли нашу страну, наши города, Господь, наше благосостояние, Господь, чтобы люди, которые будут приходить к власти, которые будут править, Господь, чтобы они были богобоязненными, Господь, чтобы они служили Тебе, Господь, чтобы они любили Тебя, Господь, Чтобы они понимали, Господи, что все, что происходит, Отче, Ты будешь благословлять или Ты не будешь благословлять. Или придут благословения Твои, или суды Твои придут. Я прошу Тебя, Ты благослови нас. В первую очередь, Господь, Отче, чтобы мы больше не обращали внимания на свое благосостояние, на свою жизнь, Господи, и заботились только о том, чтобы деньги заработать, Господь. Но чтобы мы вопияли к Тебе, Господь. Чтобы мы ходатайствуем при Твоем лицом. Чтобы мы приближались к Тебе, Творец. чтобы мы искали Твоего лица, Господь, чтобы мы, Господи, искали близости с Тобой, Господь, как это нужно нам сегодня, Творец. Помоги бодрствовать, Господь мой, днем и ночью. Помоги, Господи, чтобы мы желали благословения для своих детей. Благослови, Господь. И пусть Твоя победа будет, Господь мой. Пусть Твоя победа в этом духовном мире, она будет одержана, Господь. Чтобы никакие сети, Господь, нас не окутали. Никакие силы ада, Господь, они не возобладали, Господь. Благослови. И наш штат, Господь. Я знаю, что мы много упустили. Я знаю, Господь, что мы, Господи, обо многом не позаботились. Может быть, не так. Господи, молились несколько лет назад. И сейчас правят грешники, Господь. Открыто говорят о грехе своем, Господь. Я просто прошу, ими милость нашему штату, нам, Господь, в местности, где мы живем. Ими милость, Господь. И пусть Твоя святая имя славится. И продолжает славиться в наших церквях, в наших домах. Господь, пусть свобода Твоя продолжится. Нам нужна Твоя милость. Пусть Твое благословение будет на нас. Слава Тебе, Отец и Дух Святой. Аминь. Я хочу с Тобой поговорить, Слава Тебе, Отец и Дух Святой. Я хочу с Тобой поговорить, Облегчить печаль и тяжкий грусть. То, что здесь мне некому открыть, Я несу Тебе, мой Иисус. То, что здесь мне некому открыть, Я внесу Тебе, мой Иисус. Я с Тобой поговорить хочу, Потому, что далеки друзья. С Ним я о горе помолчу, И мне понесу печаль я. С Ним я о горе помолчу, И мне понесу печаль я. Я с Тобой спешу поговорить, Час, когда темно, темно вокруг. На меня с небесный посмотри, И приди, как самый лучший друг. На меня с небесный посмотри, И приди, как самый лучший друг. Добрый вечер и мир вам! Мир Божий! Слава Богу! Спасибо всем вам, что вы решили прийти сегодня. И, конечно, особая честь и благодарность Это нашему Господу, Который дает нам возможность, Дает нам прекрасную возможность, Чтобы мы ее использовали, Работая, трудясь. Сегодня пятница, Конец трудовой недели. И мы с вами в Церкви Господней. И, конечно, мы приветствуем наших друзей, Которые сейчас показывают 25 компьютеров Соединенные и смотрят нас. Я так понимаю, 25 семей, Если умножить на 6. Если на 6. Смотрите, сколько много. И нас здесь. Это почти как воскресное собрание. Слава Богу! Такие события все развиваются. И последние 6 месяцев. И так вот, если... Вот так вот себя немножко... Даже не надо сильно напрягать. Вот что мы сильно запомнили? Какие моменты нам в нашей голове? Ну, я как работаю, знаете... И я особенно запомнил, Что было время, когда утром едешь, Трассы пустые. Думаю, как хорошо ехать! Потому что все вы, мы многим знаем, Как это было утром обычно, эти трафики. Знаете, где-то еще и эксцидент случится. Трафики. Медленно едешь, звонишь, что не успеваешь. Пустые дороги. Другой момент запомнился. Еще тогда я, ну, не был так сильно знаком. Приходилось работать там, где я и работал. И, как всегда, приезжаю в одно серьезное учреждение, Где я работал. И меня знали там, и охрана, и там все администрация. И я, как всегда, захожу, открываю двери и захожу. Тут слышу, меня останавливают. Please stop! Ну, я, так знаете, опешил. Такого никогда не было. Я поворачиваю голову, смотрю, какая-то молодая женщина. И она говорит, пожалуйста, подойди сюда. Ну, я подхожу, смотрю, стол. Ну, меня попросили мою ID, что никогда не было. Потом она берет какой-то пластмассовый инструмент И целится мне прямо в лоб. Это был первый раз, когда еще такого раньше никто не делал. Я, конечно, ну, вопросы, знаете, ну, какие там вопросы? Молча смотришь, что они будут делать. Ну, это уже сейчас мы все знаем, что меряют температуру. Я говорю, ну, ну и как там? Она говорит, нормально. Дают мне специальный бетч, все, можете проходить. Ну, и много-много других моментов, которые, я знаю, у каждого у вас в жизни есть. Такие по текущим событиям. Как оно, что оно получалось. И мы понимаем, что мы слышали и проповедь брата Захара, и брата Сергея. И то, что я с вами, о чем хочу поговорить, это будет продолжение той темы, которая сегодня нам необходима. И нам, и особенно молодому поколению. Потому что, я вам скажу, молодое поколение, это не то молодое поколение, которое было 20, 30, 40 лет назад. Они по-другому смотрят, по-другому размышляют, по-другому они предпринимают, делают выводы. И потому, как родителям, как отцу, как матери, как нам, знаете, имея детей, имея внуков, то нам нужно быть, как написано судя, по времени вам надлежало быть учителями. То нам всем и вам, нам надлежит, нам принадлежит то, чтобы в какой-то мере нам быть учителями, чтобы можно было правильно ответить, правильно наставить, как сказано в Писании, наставь юношу при начале пути, и он не уклонится, когда и состареется. То есть, чтобы мы были способны это сделать, потому что все сегодняшние, знаете, события, то, что происходит, о чем брат Сергей напоминал, это все требует, знаете, нестандартного подхода. И как брат Захар говорил, что необходимо не ответ искать не в этом мире, не в этом мире, а у Господа. Господа, и знаете, я вспоминаю это место, что вера от слышания, помните это место, да? О слышании от телевизора, вера от слышания, а слышания от интернета, от слышания от политиков. Но это я так, знаете, от себя говорю, это не Слово Божие такое говорит. Слово Божие говорит, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. И поэтому, прорабатывая Слово Божье, когда мы слушаем, когда мы идем в наши домы, когда мы размышляем, вы знаете, это производит ту благодать, ту силу, ту неповрежденность, которая сегодня необходима. И потому право болеть или не болеть, это принадлежит вам. Да, это принадлежит вам. Как вы воспринимаете, какая ваша вера, на чем она основана, это принадлежит, я так скажу, нам. И нам можно выбирать. И нам можно выбирать. Все сегодняшние такие моменты, когда я уже сказал, что мы как те люди, которые работаем, мы едем, мы видим эти трафики, огромное количество машин, утром, вечером, и что-то случится, знаете, оксидентом, трафики медленно двигаются, приходят какие-то выходные, праздники, мы видим огромное количество машин, за горы едут, люди едут отдыхать и наслаждаться природой, берут с собой много продуктов, знаете, кушают, кто-то на охоту, кто-то еще куда-то едет. Мы видим вот такой круговорот жизни. Это не секрет. Мы в этом живем. И особенно, конечно, в этой стране развитой, оно особенно это видно. А мы можем ли мы с вами прийти к такому выводу? Какова причина номер один всего этого круговорота? Не задумывались? Ну почему вот мы едем на работу? Почему мы с работы? Я уже так, знаете, не буду уже вас спрашивать, я скажу, что все мы, как люди, мы хотим жить, правильно? Мы хотим жить. Соответственно, нам нужно трудиться, нам нужно зарабатывать, чтобы поддерживать эту жизнь. Что нам нужно? Кушать хлеб. Насушный. Мы так и не задумываемся. Ведь это причина номер один. Почему? Потому что, если этого не будет, если случится о том, с чем нам братья рассказывают в других странах, откуда приезжают, как там голодают, мы так благодарим Господа, что мы живем, дети наши, внуки, что мы не слышим, знаете, этих, знаете, я хочу кушать. Мы этого не слышим. Мы слышим, но это не от того, что это голод. И потому это есть причина номер один, почему этот весь круговорот жизни. Человек работает, устал, ему надо поехать отдохнуть, ему надо на рыбалку, на охоту, куда-то еще. И хорошо, когда это все такое, ну, нормальные, такие нормальные направления. Но при всем этом, но при всем этом, есть очень интересное место, которое мы сейчас с вами прочитаем. Это записано в Матфея, 4 глава, и это есть слова, принадлежащие Иисусу Христу. 4 глава, 4 стих. Он же сказал ему в ответ, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Не хлебом одним, подожди, Христос, ну как же не хлебом одним, когда, ну вот, кушать же надо, покушаешь, живешь, попьешь воды, настроение поднимается. Когда голодный, у меня один сын, знаете, вот он особенно, когда он голоден, к нему лучше не подходи. Когда он голодный, не подходи. Как только поел, все, настроение хорошее, улыбается, понимаете. Ну, все мы разные, все мы разные, да. А тут вот Христос делает такое заявление, что находясь в состоянии голода, испытывая жажду, в состоянии голода, и дьявол предлагает ему такой вариант, что, ну, ты же сын Божий, сделай. И он отвечает ему, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. И поэтому вот с этого места мы видим, что Христос нам дает понимание того, что есть как два источника жизни. Два источника жизни. Но он заявляет, что не одним только хлебом. Да, хлебом, но не одним. Есть еще другой источник жизни, который называется Слово, исходящее из уст Божьих. То есть Слово от Бога, то Слово, которое сегодня необходимо для всех нас, о котором и брат Захар напоминал, и брат Сергей напоминал, то Слово, которое сегодня необходимо нам его иметь. Я вам приведу такой, ну, знаете, ну, простой жизненный пример. Ну, такой, он немножечко, знаете, один человек сказал так, что... Я, говорит, приехав в Америку, я, говорит, покупал много машин, ремонтировал их, и, говорит, ну, отремонтирую, поеду ненадолго. Подремонтировал, потом бродал, купил другую машину, подремонтировал, опять поехал ненадолго. А потом, я уже, говорит, много лет в Америке живу. Ну, я, говорит, я подумал, а почему я не могу себе позволить купить новую машину? Я купил себе новую машину. И вот, когда я купил себе новую машину, вы знаете, я так себя в ней хорошо чувствую. Новая машина, гарантия, новая резина, пахнет, говорит, ну, идеально, говорит. Это, знаете, такой-такой пример, знаете, что когда человек что-то имеет такое, что за этим стоит какой-то авторитет, дилер там, гарантия, все, он себя хорошо чувствует. Ну, это такой простой, знаете, такой плотской пример. В нашей жизни, духовной жизни, я уверен, что многие из вас имеют опыт жизни, когда эти все круговороты жизни, вот эти все будни, вот эти все разные события, которые происходят, разные случаи, знаете, в семье, среди родственников, среди друзей, в стране, во всем мире. И я знаю вас, и я себя знаю, потому что я тоже это пережил. Когда я знаю Слово от Господа, когда я уверен, что я имею это Слово от Господа, я себя очень прекрасно чувствую. Не так ли? Я уверен, что вот этого вот сегодня не хватает нашей молодежи. Вот этого сегодня очень не хватает сегодня молодому поколению, чтобы они научились этому различать голос. Потому что сегодня голосов много. Знаете, если наше старшее поколение, которому надо отдать должное, они очень хорошо знают Слово Божье. Очень хорошо. Наше поколение знает, но не так, как старшее поколение. А молодежь сегодня, дай Бог им знать лучше. Потому что объясняется много источников, информации, знаете, эти все информации, а каждая, она занимает определенное место в памяти, и на Слово Божье по их неопытности не хватает столько внимания и столько времени. Что очень-очень важно. Потому что бывает простое место, которое человек прочитает и принимает его, и слышит его, как от Господа. Оно его укрепляет, оно его вдохновляет, оно дает ему силы пройти этот жизненный период, трудный, может быть, физически, духовно, моральный, может быть, скорбный, может быть, плачевный, но человек проходит это, потому что он имеет Слово от Господа, он имеет Божье Слово. И потому он кушает этот хлеб, он кушает эту пищу вкусную, особенно сейчас, но оно его не удовлетворяет, потому что у него что-то пустое внутри, что-то пустое, постучишь, звенит, звенит, нету Слова от Господа. И вот нужно искать его, его нужно найти, его нужно иметь, это Слово от Господа. Я не говорю сейчас, знаете, что надо искать пророков, нет. Божьи пророки есть, да, и аминь, но есть и лже-пророки, есть Божьи помазаники, которые сегодня проповедуют истину, но есть сегодня и лже-братья, об этом Слово Божье говорит. Сегодня Божье Слово говорит, что есть это здравое учение, но есть сегодня и лже-учение, и поэтому это все должно браться во внимание, и для этого всего нужно Божье помазание, опыт, мудрость и Слово от Господа, что сегодня взять, что сегодня услышать, чей ты голос слышишь, чей ты голос слышишь, кто движет тобою, что будет завтра, что будет послезавтра, что будет после выборов. Это многие сегодня волнуются, волнуются, думают. Но сегодня, как брат Захар говорил, что каждому нужно иметь это слово, каждому. И вы знаете, Библия нам оставила такой пример на страницах Писания. И вот написано, это история Иосифа. История Иосифа, и вот в 41 главе написано, в 47 стихе. Земля же в 7 лет изобилия приносила из зерна по горсти. И была, знаете, ну была благодать, было много хлеба. Люди, знаете, может быть, эти зерна сыпались, может быть, рассыпались. Вы только представьте, те, которые знают, те, которые люди жили в сельской местности, то я думаю, что они могут оценить, что приносила из зерна по горсти. Это как, хорошо? Это отлично. Одно зернышко, а горсть. Что такое горсть? Горсть взять вот так вот надо. Это отлично. Отлично. А вот немножко ниже читаем. И прошли 7 лет изобилия, которое было в земле египетской, и наступили 7 лет голода, как сказал Иосиф. И был голод во всех землях, и во всей земле египетской был хлеб. И вот уже в 42 главе написано. И узнал Иаков, что в Египте есть хлеб, и сказал Иаков сыновьям с вами, что вы смотрите? Знаете, он созвал их и говорит им, ну что вы смотрите? В земле египетской есть хлеб. Вперед, за хлебом. И сказал им, я слышал, что есть хлеб в Египте. Пойдите туда и купите нам оттуда хлеба, чтобы нам жить и не умереть. И вот мы сталкиваемся с этим первым источником, первый источник жизни. Хлеб. Хлеб насущный, чтобы нам его иметь и не умереть. И мы знаем дальше, как вся эта история проходила. И вот Иосиф. И что очень интересный момент в этой истории, если вы помните, что когда пришел голод, и открыли эти все закрома, и хлеб начали продавать. Вы помните сказано? Продавать начали. Вы можете представить, как поднялся финансово фараон? Ведь все люди приходили, они же не просто приходили, они же приносили все, чтобы отдать, чтобы взять этот хлеб. И казна фараона, она пополнилась значительно. Золото и все-все подобное, потому что люди приходили, приносили. И потом уже, я верю, я знаю, что после всего они имели большое количество финансовых средств, чтобы продолжать дальше строить государство Египет. Но не об этом речь сейчас. Мы говорим о том, что этот источник жизни, он очень нам всем доступен и понятен. Если нет хлеба, есть голод. Если есть голод, это значит, есть мучение, это есть смерть, это есть переживания. И необходимо иметь этот хлеб. Но не хлебом одним будет жить человек. Так сказал Христос. И если мы посмотрим, что предшествует этим событиям, которым, когда мы читаем, что... И сказал Иосиф, что пойдите, купите, чтобы нам не умереть. Сказал Яков, пойдите, купите, чтобы нам не умереть. И мы читаем, сказано, что было такое время, что фараону снился сон. Я не буду читать, вы все это прекрасно помните. Вот фараону приснился сон. По отношению коров, которые были там хорошие, тощие коровы. И по отношению колосков пшеницы. И вот он два раза, он первый раз увидел этих коров так, что одни других сели, проснулся. Потом опять заснул, видит эти колоски пшеницы. Опять. И он обеспокоился. И вы знаете, что если бы этот сон приснился, может быть, кому-то другому, то на него бы так не отреагировали. А так как он приснился фараону, и он созвал всех гадателей, всех волхов и тому подобное, и говорит, объясните мне, объясните. Ну и вспомнили, что есть там молодой еврей, который объяснил, истолковал два сна, и они сбылись. Позвали его. Интересно написано, что вывели его из темницы. Он остригся и переименил свои одежды. То есть он привел себя в порядок. Знаете, он стал таким интеллигентным, потому что идет на прием не к кому-нибудь, а к самому фараону. И вот фараон ему рассказывает, мне снился сон, объясни мне. И вот слушайте, что отвечает ему Иосиф. И отвечал Иосиф фараону, говоря, «Это не мое, Бог даст ответ во благо фараону». Смотрите, какой интересный ответ. «Это не мое, Бог даст ответ». При всех этих событиях, при всех тех, что сейчас урожай, там, знаете, такое великое благословение, снился сон, и слово от Господа Иосифа говорит, «Бог даст ответ». Бог даст ответ. И он объясняет этот сон. И вот ниже немножко опускаемся, это сказано, это 25 стих, и сказал Иосиф фараону, «Что Бог сделает, то он возвестил фараону». Сон фараонов один, «Что Бог сделает, то возвестил фараону». Значит, и он опять говорит, «То Бог возвестил фараону». И в 32 стихе написано, «А что сон повторился фараону дважды, это значит, что сие истина Слово Божие, и что вскоре Бог исполнит сие». И вот то, что толкование, которое Иосиф имел, он его говорит, «Это не мое, это не мое, это Бог говорит, это Бог сказал, это Бог сделает». А то, что дважды, значит, это истина. Это такой библейский пример, и я знаю, много можно еще привести примеров больше из Библии, из нашей жизни, когда есть определенные обстоятельства, когда смотришь, кажется, что загнанный в угол, нет никакого выхода, то ли это финансово, то ли это еще с работой, то ли это еще какие-то разные обстоятельства. И я знаю, что выход только один, нужно получить ответ от Бога. И вы знаете, друзья, это есть наша практика, которая принадлежит нам. Бывает очень мало времени, бывает несколько минут, бывают секунды, бывает, ну, очень мало времени, и многие из вас об этом и рассказывали в своих свидетельствах, посреди, которые проходят, что очень мало времени, и обращение к Богу, что, Господи, нужно Слово от Тебя, от Тебя нужно Слово, и Слово посылается. Посылается Слово или через действия, и через обстоятельства, или через какого-то, ну, пророка, сосуда Божьего, но это Слово Божье, оно приходит, и оно укрепляет, и оно дает тот нужный ответ, ту нужную поддержку, в которой мы нуждаемся. И я, как уже сказал сегодня, молодые люди особенно нуждаются в такой поддержке, особенно нуждаются в таком руководстве, потому что, если раньше, да, была такая атеистическая страна, была такая, я помню, мне, я когда был в армии, мне приходилось беседовать с будущими коммунистами, как их называли, кандидаты в члены КПСС, кандидаты в члены КПСС, которые, и мне с ними нравилось беседовать, потому что они занимали конкретно свою позицию, понимаете, вот конкретно позицию, это были очень такие интересные разговоры. Сегодня мы видим, что мир очень разнообразен. Учений много, информации много, верующих много, религий много, собраний много, политиков много, и всего много. И для молодых людей сегодня это, как знаете, выплазь на какой-то маленькой лодочке в открытый океан. И потому для нас сегодня, как и брат Сергей говорил, молиться за эти предстоящие выборы и за правительство страны, и за нас, чтобы были те люди, которые бы передавали бы волю Божью. И нам сегодня нужно продолжать молиться за это молодое поколение, которым сегодня необходим этот голос Божий, не хлебом одним, не ресторанами, самыми такими крутыми, самыми хорошими, самыми вкусными. Нет! Другими словами, не развлечениями, а словом, исходящим из уст Божьих. И я верю, у вас есть, у меня есть такие конкретные свидетельства, когда времени очень мало, Слово Божие приходит, ответ от Бога приходит, и потом смотришь, Господь, ведь это только твое вмешательство, потому что я сделал то, что я мог сделать, и потом я говорю, Господи, все, все, у меня уже нету, не хватает, не хватает, мой компьютер уже скрипит, но не хватает ничего выдать, остальное принадлежит тебе, Господь. И вот эти минуты, часы, секунды доверия Богу, Бог очень ценит. Бог очень вот это вот ценит, когда мы искренне приходим к Нему. Я хотел бы с вами еще одно место прочитать. Это записано во Второзаконии, где оригинал этого места, которое сказал Христос дьяволу, что не хлебом одни будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Это написано во Второзаконии, восьмая глава, с первого стиха. Написано так, «Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы были живы и размножились, и пошли и завладели землей, и которые склятвою обещал Господь Отцам вашим. И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне, вот уже сорок лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек». Смотрите, томил голодом, довел до голода, а потом давал манну, испытывал, томил, будешь ли исполнять заповеди, написано «старайся», то самое первое слово от Господа, друзья, самое первое слово от Господа, это Его заповедь. Это Его заповеди. Это то слово, которое уже нам сказано. Это то слово, которое мы уже знаем. Это то слово, которое может быть, знаете, оно на уровне обычной такой информации, которое нужно пересмотреть, которое нужно поправить, И не просто самим поправить его, а передать это слово молодому поколению, как хранить заповеди, как хранить молодому человеку себя, нескверненным от этого мира, как хранить свой разум, из которым источники жизни, как сегодня это важно, и как сегодня это работает на сто тысяч, сколько хотите процентов, работает это. И Бог это ценит. Бог ценит искренность. И потом, когда мы искренне приходим к Нему и говорим, Господи, да при чем здесь корона, я Твой? Господь говорит, да, Ты мой, Ты мой, Ты от этого свободен. Значит, искренность. Если у нас есть искренность к Богу, Бог с нами искренне поступает. Дай Бог нам всегда иметь эту искренность. Знаете, бывают такие ситуации, что я выбираю, как мне хочется, а потом, Господи, ну Ты сделай так, как я хочу. Но вы знаете, мы Бога не обведем вокруг пальца, и не стараемся, и не старайтесь даже. И вот это тоже нужно передать сегодня молодому поколению, что Бог с искренними поступает искренне. Если я в критической ситуации, смотрите, что с Иосифом было. Прошел, прошел, несправедливое обвинение, попал в тюрьму, прошел тюрьму, вывели, он как на зверя, наверное, был похож, потому что сказано, побрился, да? Он же там не брился, одежда, переоделся, на кого он был похож, и перевели перед фараона. И результат фараон его ставит над всем государством. И он говорит, ему передают слово от Господа. Здесь вот мы читаем, он говорит, что и помни весь путь, чтобы испытать тебя, чтобы смирить тебя, и узнать, что в сердце твоем, и будешь ли ты хранить заповеди его, смирял, томил тебя голодом, пидал манною, которую ты не знал. Но, смотрите, это все допускает Бог, чтобы показать нам и научить нам, что не хлебом одним мы будем живы, но Словом Божьим, исходящим из уст Божьих. И потому, пускай сегодня, пойдя с этого служения, мы будем слушать, мы будем вспоминать, а вспоминая, мы будем его реально притворять в жизни, реально будем объяснять, разговаривать с нашими детьми об этом, чтобы возлагали надежду на Бога, чтобы, как брат Захар сказал, чтобы не мир управлял нами сегодня, а сегодня же Слово Бога через нас управляло. И чтобы сегодня и отдавали свой голос за тех людей, которые достойны, чтобы за них отдавали голос, и чтобы мы сегодня были искренними с Господом. Искренними. Вот эта особенность, я вам скажу так, я на себе это испытал, друзья. Искренность Господа бывает, ты, ну, чего-то лишаешься, теряешь, что-то не успеваешь в этой гонке, понимаете, в этой лихорадке, которая быстрее, быстрее, больше, 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 что-то теряешь. Но когда Бог видит твою искренность, Он с тобой искренне поступает. А вы знаете, когда Бог искренне поступает, это самое величайшее благословение, самое величайшее благословение. Но не забывайте, что Он Бог, Он имеет право. С коварным Он может поступить коварно. Он Бог, и Он знает. Почему? Потому что Ему надо смирить, Ему надо научить, Ему надо показать, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. А сейчас мы, склонившись, помолимся нашему Господу. Аминь. Благодарим Тебя, наш Господь. Благодарим Тебя сердечно, Господь, за сегодняшний день, за всех нас, присутствующих в Церкви Твоей, за наших друзей, которые смотрят онлайн, Господь, вместе с нами. Мы благодарим Тебя за наших братьев, которые сегодня передавали Слово Твое, за наших друзей, которые сегодня, Господи, воспевали песню Тебе, Господь, за всех нас, слушающих внимательно, Господь, потому что, слушая внимательно, мы будем готовы к исполнению, Господь, этих заповедей Твоих. А это есть Твой голос, Господь, который необходим. Это есть второй источник жизни, Господь. У нас достатки сегодня этого первого источника жизни, хлеба насушенного, но сегодня необходим второй источник. Слово Тебя, Господь, Слово Твое, которое сегодня необходимо особенно молодому поколению, чтобы разобраться, чтобы не заблудиться, чтобы не поплысь по течению, Но чтобы сегодня выбрать правильные координаты, иметь правильный фундамент для строительства, Господь. И потому мы нуждаемся в этом Слове Твоем. И потому у нас у каждого есть свой опыт жизни, когда мы слышали Твой голос, когда мы получали. Когда мы, может быть, просты, Господь, в наших движениях, открывая Слово Твое, читая, и в наших глазах, Господь, слезились, потому что мы получили ответ, Господь. Когда мы получали через пение, через Слово Твое, когда внутренний Дух Божий говорил нам, Господь, в этих трудных, неординарных обстоятельствах, Господь. И поэтому мы благословляем и старшее поколение, Господь, которое Ты обильно благословил и дал им пройти их период жизни, когда они устояли, Господь. Когда они принесли, Господь, когда они пронесли этот факел веры. И мы благословляем и среднее поколение, которое сегодня в этом процессе труда, процессе работы, Господь, процессе многих-многих разных обстоятельств жизни. И потому, Господь, благословляя наше молодое поколение, хочется особенно добавить, чтобы они сегодня, Господь, росли, как физически, так и духовно. Чтобы сегодня голос Твой, Слово Твое, страх Божий присутствовал в них, Господь. Чтобы не развлечения мира этого, чтобы не голоса мира сего управляли ими, Господь, но страх Божий и желание стараться исполнять заповеди Твои, которые есть самый первоначальный Твой голос, Господь. Благословляем ими, Господь, чтобы они росли, работая, трудясь, учась, где бы они ни были, чтобы они узнали и понимали Твой голос. В чем разница? Огромное количество верующих, огромное количество тех людей, которые ходят в церкви, но есть особенный народ, о котором сказано, Господь. И чтобы этот особенный народ, он обладал теми качествами, особенно чтобы мы были искренни к Тебе, Господь, понимая, что Ты есть Бог живой, действующий, милующий, любящий и наказывающий. Благодарим Тебя, что Ты хранишь нас в этом мире, Господь. Благословляем наших друзей и семьи, которые испытывают какие-то признаки болезни, Господь, то ли насморк, то ли кашель, то ли температура. Во имя Иисуса Христа да придет им восстановление прежде всего в их разуме, в их духе, а потом и в теле, Господь. Это как следствие от исцеления, когда наш дух, Господь, восстанавливается. Слава Тебе, Господь! Благодарим Тебя за служение, за всех нас, только Тебе да будет честь, хвала и поклонение, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Господь, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя за силу крови Иисуса. Мы благодарим Тебя за то, что Ты помогаешь, Господь, изменяешь сердца, и сестра Галя свидетельствует о изменении в жизни ее сына, Господь. Мы благодарим Тебя за то, что Ты производишь эту работу, Господь, и милость Твоя над нами. Слава Тебе! Мы также, Господь, приносим на руках молитвы всех, кто болеет, Господь, кто себя плохо чувствует, Господь. Благослови, Отец, Ты видишь всех, Ты знаешь, Господь, их не нужды. И мы приносим на руках молитвы, Господь, наших детей, Господь. Пусть Твоя охрана, защита будет над ними, Господь, чтобы они, Господи, лично знали Тебя. Это большая наша нужда, Господь. Чтобы они служили Тебе, Господь. Мы просим Тебя во имя Иисуса, ограждай, Господь, Бог мой, и проводи работу в Духом Твоеми Святым в их сердцах. Господи, и пусть Твоя охрана и защита будет над нашими семьями, Господь, покрою кровью Иисуса. И пусть всякие вирусы и болезни, Господи, они не будут касаться, Господь, наших семей. Бог мой, благослови Твой народ, Господь, и пусть Твое святым имя славится в наших семьях. Ты достоин славы, Отец и Дух Святой. Аминь. Благодать Господа нашего, Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok